А теперь вашему вниманию презентация нового телеканала Светлое ТВ. Здравствуйте, дамы и господа! Позвольте вам представить наш телеканал Светлое ТВ. При регистрации товарного знака Светлое ТВ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности слово Светлое встречалось во множестве наименований, аж на 153 листах. И большинство из них, как вы правильно поняли, это был древний пенный напиток. Так же, как и тот напиток, наше Светлое ТВ на любителя. И любителя его прибавляется. Несмотря на то, что мы зарегистрировали товарный знак, нас еще трудно назвать брендом, но слово Светлое нам помогает. И мы, команда канала, хотим о Светлом рассказать. Поехали! Разрешительные документы наш телеканал получил в 2020 году, на который выпало две волны известной пандемии. И нам все приходилось сделать дистанционного. И у нас получилось. 13 марта мы зарегистрировали СМИ, 25 сентября получили лицензию на начление телевизионного вещания. Прямо как пословица. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Первый оператор связи принял, протестировал наш телеканал, поставил его в Светку вещания 19 ноября. Вот эта дата и является началом нашего вещания, моментом, когда мы начали сеять разумное, доброе, светлое. Сеять получается по-разному, но мы стараемся. Постоянно находимся в процессе анализа лидеров рынка и изучения имеющихся трендов. Вся команда постоянно учится. О телеканале. Выбор нашего названия не случайен. В сетке нашего вещания зритель не найдет ничего такого, что может вызвать у него негатив. Напротив, только позитив. Понятные, положительные эмоции, улыбку и увлеченность. Как появилась идея о контенте телеканала? Компетентные эксперты утверждают, что зрительская аудитория современного линейного телевидения в основном это женщины 55+. Это постоянная аудитория. Что ж, очень неплохо подумали мы. Нами были изучены анализы смотрения видео пользователями. Выяснилось, что онлайн-видео предпочитают смотреть 6 из 10 людей вместо ТВ. При этом 78% людей смотрят его каждую неделю, а 55% из них каждый день. Окей, решили мы. И задались мы вопросом, что же они там смотрят. По исследованиям на видеохостингах, зритель в огромном количестве потреблял контент, в основном объединенный в категории, развлечения и видеоинструкции. «Оу, Эврика!» – поскликнули мы. И принялись мы действовать. Мы первый телеканал, кто попробовал в таком объеме перенести YouTube и иные видеохостинги в телевизор. Ведь смотрите же там, попробуйте сначала увидеть здесь. Родилась такая идея. Предполагая, на основании выводов экспертов, запроса целевой аудитории, наша команда сосредоточилась на поиске и переговорах с ведущими и восходящими блогерами. С теми, с которыми удалось договориться, решаются все вопросы по правам и территориям. Наша работа не очень проста. В согласованных с авторами рамках адаптировать контент для показа по телевидению. Наш зритель через экран телевизора приобщается к креативу более чем 300 блогеров со всего мира. Зачем? – спросите вы. Ведь все просто. Клац-клац, и все видео у тебя в очередь выстроилось. Тут самое время вспомнить про целевую аудиторию телевидения. Женщины 55+. И об умении находить в интернете все, что интересует. Когда рядом нет младшего поколения, у которых уже пальцы специально для смартфона выросли. В сетке нашего вещания в специальных рубриках, заботливо собранных нашими редакторами, провожают зрителя вертикально и горизонтально по эфиру, а также делятся информацией о том, где найти исходный материал. А если заинтересовал подход автора, то и много еще интересного от блогера. Для обратной связи мы используем QR-коды на экране. По нашей статистике за 6 месяцев переход по ссылке QR более 5000 раз. При нашем небольшом территориальном охвате на сегодняшний день – это 30 раз в сутки. Самая популярная программа получила переход и просмотр на канале автора 3980 раз за этот период. После проведения тематического ребрендинга, новая сетка которого выйдет с 1 марта, и будет включать в себя 4 рубрики для совместного просмотра. Месть интересей – это кулинария для всей семьи, просто и своими руками. Мужское и женское – рубрики о том, какие мы разные и в то же самое время похожие. Вместе с детьми – разнообразный контент для родителей и детей, который помогает в воспитании и развитии ребенка, позволяет провести время вместе. Странствую вместе – программы с разных уголков планеты расскажут, как живут люди, что их заботит, о чем тревожатся, чем увлекаются, как преодолевают трудности, особенно в условиях ограниченных возможностей передвижения. Вместе с своими руками – интересные поделки и работы. Мастера делятся своим опытом, объясняют, рассказывают и приглашают попробовать. Большинство видео как раз входит в раздел «Видеоинструкция» от видеохостингов. С развлечениями у нас пока сложнее, но мы над этим работаем, открыты к предложениям, если кто-то решит с нами посотрудничать. Телеканал выходит четырьмя шестичасовыми блоками, удобен для вещания в любом часовом поясе. В течение суток выходит 42 промо вертикального и горизонтального направления, позволяющего увеличить время телесмотрения, как следствие, и долю. У нашего телеканала есть промо-сайт. На сайте можно посмотреть прямую трансляцию, программу передач, а также все разрешительные документы и контакты. В оформлении нашего телеканала мы используем хэштег «Светлое», который позволяет зрителям сразу находить материал, связанный с нашим телеканалом. В эфирном оформлении на экране присутствует указание, что страницы нашего телеканала присутствуют во всех социальных сетях. Светковещание построено таким образом, что у зрителя не складывается ощущение, что его обучают и наставляют. Такой подход в прошлом. Авторы программ на нашем телеканале с ним обменяются своим опытом, рассказывают о своих достижениях и неудачах, побуждая все большее число зрителей открывать себе и реализовывать творческие способности. Каждый зритель может найти для себя интересное направление, будь то кулинария, огородничество, строительство или ремонт. От домашней утвари до сборки собственного автомобиля. Также мы нашли возможность реализовать в нашем эфире формат шоу. С большим успехом перед Новым годом, а потом и по просьбам в повторе вышло шоу «Битва салатов». С 1 марта стартует шоу «Битва десертов». А как только травка зазеленеет, у нас уже в работе видео для «Битвы за мясо» и «Битвы за рыбу». Собственное производство контента у нас тоже есть. Наши зрители простые люди. Так мы производим контент для слабослышащих с привлечением профессионального сурдопереводчика. В сетке вещания у нас такого контента 5% на любую тематику. У нашего телеканала есть простое мобильное приложение. Наши зрители, используя QR-код, могут его скачать. Можно посмотреть прямой эфир телеканала, программопередач и архив программ. Я думаю, что я вас не утомил, а заинтересовал. Заинтересованы и мы в сотрудничестве. Спасибо за внимание. Команда Светлого ТВ. И у нас на связи Сергей Белецкий, телеканал «Светлое ТВ». Сергей креативно и очень ответственно подошел к презентации телеканала, записав его заранее. Сергей, почему вы решили сделать именно так? На самом деле получилось здорово. Ну, здравствуйте. Во-первых, я не профессиональный артист, не профессиональный диктор. Я никогда не работал с этим, с таким материалом. Поэтому я, ну, скажем так, решил все сделать добросовестно. Для того, чтобы люди увидели. Извиняюсь за свою дикцию. Если кто-то что-то не расслышал, я думаю, что если пообщаемся, я еще раз изложу уже, скажем так, в речевом формате. Большое спасибо «Медиалогистике», что пригласили. Мы очень юный бренд. Мы действуем прямо как методички Рунала Кабельщик. Когда такая методичка была у Яны. Ну, нам осталось еще 2-3 страницы. Мы очень работаем, стараемся. Ну, как есть, так есть. Понятно. А к какой тематике можно отнести вот ваш телеканал? Например, развлекательный, познавательный? Ну, точно не спортивный, наверное. Нет, не спортивный совершенно. Мы относим к тематическому каналу, относим к тематическому каналу и к семейному. Мы стараемся вот в эту нишу попасть. Так подбирать материал, с которым мы работаем, чтобы зрители понимали о том, ну, чтобы вместе посмотреть эти программы, эти передачи. Чтобы это можно было делать именно вместе всей семьей. То есть, если там вопрос про кулинарию, то, значит, готовить так должен автор, чтобы это было удобно и женщине, и мужчине. В общем, это было интересно. Вот такой наш подход. А как вы вот видите оператора, который вещает ваш канал? Это какой-то федеральный, там, спутниковый, кабельный, OTT-сервис или региональный? Например, подойдет ли этот телеканал для аудитории Владивостока? Да, мы показываем его в Владивостоке и в Хабаровске показываем. То есть, он подошел в OTT-серверах и в кабельной сети. Вот оператор Redcom, это как раз-таки оператор Хабаровский. Они первые протестировали, включили. Мы надеемся, развиваемся. То есть, мы для любых площадок готовы работать в OTT. И у нас еще много задумок, скажем так, современных, о том, как можно интерактивно связать телевидение и сегодняшний интернет, чтобы это было интересно. Сергей, спасибо. Желаю успехов телеканалу Светлое ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»